Итак, следующая тема это ограничения на ввод данных. Допустим, у нас в первом столбце A должны быть какие-то краткие аббревиатуры. И по нашим условиям минимум эта аббревиатура может быть 2 буквы, максимум 4. И мы хотим поставить ограничения именно с такими условиями. Первое, что делаем, выделяем столбец, куда будем устанавливать ограничения. Далее уходим на вкладку данные и здесь требуется найти команду проверка данных. И еще раз выбираем проверка данных. На вкладке параметры мы должны сформировать условия ограничения. Раскрываем поле тип данных. Поскольку речь идет о аббревиатурах, то это текст. Значит требуется выбрать длина текста. Там, где поле значения, здесь как раз логика. Больше, меньше, равно, не равно. В нашем случае подойдет вариант между. Минимум. Ставим 2 символа. Максимум. Ставим 4 символа. Проверим, как это будет работать. ОК нажимаем. Щелкаем в первой ячейке A1 с клавиатуры. Введем 2 буквы. Enter. Программа пропустила. Введем одну букву. Enter. Программа выдала ошибку. Попробуем ввести, скажем, 5 букв. Раз, два, три, четыре, пять. Нажимаем Enter. И видим, что программа опять выдает ошибку. То есть наши ограничения очень хорошо срабатывают. Но сообщение выдается стандартное. Мы хотим свое сообщение установить. Еще раз выделим первый столбец. Еще раз уходим на вкладку данные. Еще раз выберем команду проверка данных. И перейдем на вкладку сообщения об ошибке. В поле вид выбираем тип остановки. Самый жесткий вариант это остановка. В этом случае данные, которые не подходят под ограничение, не будут пропускаться программой. А в случае предупреждения сообщения будут, во-первых, меняться значки. И в этом случае программа предупредит, но данные пропустит. Мы берем остановку. Заголовок. Допустим, в качестве заголовка поставим слово ошибка. Три восклицательных. И объясним суть ошибки. Напишем, минимум две буквы. А максимум четыре. Ок. Проверим, как это будет работать. Ввожу одну букву. Enter. И происходит выдача нашего сообщения. Если вы хотите заранее указать правила ввода данных, то желательно это делать не на весь столбец, буквально на одну-две ячейки. Опять уходим на вкладку данные. Опять выбираем проверка данных. И на сей раз уходим на вкладку сообщения для ввода. В качестве заголовка можем написать, внимание, не восклицательный знак. И давайте объясним само правило ввода информации. Пишем количество букв или символов. Лучше написать от двух до четырех. Ок. И если щелкать по первым двум ячейкам, то выскакивает наше сообщение. Но на остальных ячейках этого сообщения уже не будет. Давайте сделаем еще одно задание. И, допустим, на столбец B положим условие, что минимальное значение может быть 10, максимальное значение 1000. Выделим весь столбец. Уходим на вкладку данные. Выбираем проверка данных. Проверка данных. Переходим на вкладку параметры. Поскольку речь идет о числах, давайте выберем целое число. Значение. Опять нам подойдет между. Минимум, скажем, 10, максимум 1000. Сразу сформируем сообщение об ошибке. Остановка. Заголовок. Напишем ошибка. И объясним. Значения могут быть от 10 до 1000. И давайте на первые две ячейки поставим правила. Опять уходим на вкладку данные. Проверка данных. Переходим на вкладку сообщения для ввода. Заголовок. Правила, допустим. Проверка данных. И здесь пишем. Значение от 10 до 1000. Ок. Проверим, как это работает. Ввели единичку. Enter. Да, вышла наша ошибка. Ввели 100. Данные пропущены, поскольку они подпадают под правила. Ввели 4000. Enter. Программа опять не пропускает, поскольку не соответствует правилам. И очень часто вот эти ограничения для ввода информации можно задать с помощью списка. Например, в столбце. Давайте даже на новом листе это сделаем. Плюс нажмите в пустой книге. И допустим, нам нужно, чтобы в первом столбце мы выбирали город из списка. Давайте введем в заголовок. Допустим, в ячейку A1 будет город. Давайте еще сразу. И второй заголовок будет менеджер. И сформируем два списка в стороне от исходных данных. Причем они могут быть как в стороне, так и вообще на отдельном листе. То есть, если прямо вот сюда уйти подальше, чтобы его не было, здесь можно сделать список. Для начала введите пять городов. Любых. Ухм. Ухм. Так, и, скажем, в колонке N введите, скажем, 4 фамилии. Я хочу здесь выполнить сортировку. На вкладке данные нажимаю команду сортировка, показываю сортировку в пределах указанного выделения, нажимаю сортировка, говорю о столбце N от А до Я. Ок. У меня фамилии выстроились по порядку. Ну, а теперь в столбце A нам нужно организовать выборку из списка городов. Как мы это сделаем? Допустим, база данных предполагается очень большая, мы до конца листа хотим сделать списки. В этом случае нам нужно выделить пустые ячейки. Как мы это сделаем? Выделяем ячейки A2, нажимаем Ctrl-Shift, стрелочку вниз на клавиатуре. И нам программа прямо до последнего значения дошла, до последней строчки. Теперь уходим на вкладку данные, раскрываем команду проверка данных, проверка данных. Переходим на вкладку параметры. На сей раз в поле тип данных берем вариант список. В поле источник нам нужно выделить данные по городам. Если вы нажмете значок, то в этом случае можно перемещаться, выделять то, что нужно. И далее опять на этот же значок нажимаем, чтобы вернуться в обычное окошко. Больше ничего мы устанавливать не будем. Нажимаем ОК. Давайте проверим, как это работает. То есть, если щелкнуть по стрелочке, то можно выбрать какой-нибудь город. Ну а теперь давайте посмотрим, как пользоваться с клавиатурой. Нажмите Enter, попадете в соседнюю ячейку. Теперь нажмите на клавиатуре Alt, стрелочку вниз. В этом случае будет программа выдавать элементы списка. В списке перемещаемся, куда нам нужно. И нажимаем Enter. Вот таким вот образом можно идти по списку. Alt, стрелочка вниз. Alt, стрелка вниз. Дальше стрелочкой вниз выбираем нужный город. Enter. Ну а теперь вам задание. В столбце B точно так же организуйте уже выборку из фамилии. Ну а теперь давайте вместе сделаем. Или проверьте себя. Выделила я ячейку B2. Нажимаю Ctrl, Shift, стрелочку вниз. Ухожу на вкладку данные, выбираю проверку данных, проверку данных. В поле тип данных выбираем список. В поле источник отжимаю кнопочку, чтобы могла переместиться. И выделяю фамилии. Отжимаю кнопку, нажимаю ОК. Проверяем. Если щелкать, то можно выбирать фамилии. Или Enter. Alt, стрелочка вниз. Стрелочкой добежали до фамилии. Выбирали. Очень удобно. В этом случае никогда не будет ошибок. Это раз. И второе. Скорость ввода у вас будет гораздо выше. Ну, а вверху можно там как-то заголовочки оформить. Вот таким вот образом. То есть, еще раз повторюсь, вот эти данные могут быть как на этом листе, но обычно их прячут, куда-нибудь в конец уводят. Или могут быть на другом листе. И так, и так это возможно. Вот она суть проверки данных.